Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина, и сегодня в рубрике официального обозревателя Арифлейм новиночка парфюмерная вода Poses the Secret. Это продолжение легендарного аромата Poses, нашумевшего аромата. Помню в свое время, как только появилась та новинка, наверное, на протяжении полгода никто ее не мог купить, потому что настолько она понравилась, настолько она яркая, интересная, необыкновенная была. Но хочу сказать, что это совершенно другой аромат, мне кажется, даже ничем не похоже. Ну, может быть, какие-то легкие нотки звучания есть, но все же это совершенно другой роскошный аромат. Ну, мои впечатления вы видите, да, это за две недели пользования ароматом. Это аромат премиум-класса, сразу чувствуется. Поначалу аромат завлекает полусвежими нотами каких-то диковинных растений. Это какие-то цитрусово-фруктовые переливы, манящие и постепенно переходящие в древесно-сандаловое звучание. Аромат однозначно не для робких женщин. На создание аккорда «Золотое яблоко» парфюмера вдохновила легенда о том, как северные боги придумали золотые яблоки и опустили их в чистую жасминовую воду для придания магической силы. Аромат терпкий, но совсем немножко, и от него идет послевкусие с небольшой сластинкой. Примерно через полчаса аромат меняет свое фруктово-цитрусовое звучание, появляется ярко звучит бальзамическая стружка, буквально несколько минут, и раскрывается, появляется ваниль. Когда я чувствую эти переходы, переливы цитрусово-древесно-сладковато-ванильные, мне хочется наслаждаться, наслаждаться и наслаждаться этим ароматом. Я наношу его вновь и вновь. Мне хочется заново-заново пройти вот этот путь, открытие, вот эти переходы, переливы. И когда я только начала изучать этот аромат, открывается дверь, мама сразу, такое ощущение, что зашел в парфюмерный магазин. Хотя прошло несколько часов, вот это вот яркое звучание, благородное звучание, оно остается с вами надолго. Позас – это не какая-то взбалмошная девчонка, это шикарная состоявшаяся женщина с царской осанкой. Она не скромная, она яркая, интригующая, манящая. Аромат особый, аромат – праздник, требующий определенного обрамления. Он не подойдет для прогулки с ребенком, утреннего аромата. Этот аромат составляет тебя надеть каблуки, сделать более яркий макияж, быть более соблазнительной. Он дает тебе какое-то игривое настроение. Кстати, его создал именитый маэстро Фаблис Пилигрен, один из самых известных носов парфюмеров. Посмотрим поближе, какие ароматы он создал. Наверняка есть это Пакарабан, Дэвид Бекхам, известнейшие ароматы. Наверняка, если вы разбираетесь в ароматах, видели, поймете. И посмотрите, сколько его портфолио созданных ароматов, в том числе и для Арифлейм. Для Арифлейм он создал сколько? Целый список таких брендов. Ааа, Моа Бай Дэми! Вот, вот точно! Если мы берем Моа Бай Дэми, то здесь уже больше общего. Гелотроп, Жасмин, Сандал. То есть вот эти три составляющих похожи. И мне кажется, они ближе по звучанию, только по более легкой версии Моа Бай Дэми. Кстати, Фаблис создал мое парфюмерное «Я». Это Джордани Голд Эссенса, которой я наслаждаюсь и наслаждаюсь вот уже несколько лет. И между двумя этими ароматами есть какая-то общая нотка сандалово-ванильная. В прошлом обзоре я вам рассказывала об аромате Люси и Брайт Аура. Ароматов в обеих. Здесь черная смородина, здесь белая смородина. Они заканчиваются также сандаловой ноткой, но здесь сандалово-мыльная такая нотка идет, а здесь сандалово-ванильная нотка. Рекомендую всем ознакомиться с этим ароматом поближе, раскрыть его. Для меня аромат наверняка станет любимкой. Игра аромата, она меня настолько будоражит, настолько манит. Я гурман ароматов, мне постоянно хочется раскрывать все новые и новые ароматы. Все ароматы мне придают настроение. Каждый аромат у меня ассоциируется с определенным временем. Расскажите, какие вы ароматы любите, какие воспоминания, может быть, у вас бывают с этими ароматами. Надеюсь, мой обзор, мое восприятие этого аромата для вас было полезным. Вы что-то узнали новое. Ну и до встречи с вами в следующий четверг, где я вам расскажу о новинке следующего каталога. Успехов вам! Пока-пока!